Продолжим изучать распределенные системы. Темой сегодняшнего занятия будет разработка клиентского приложения на основе веб-браузера, который будет делать запросы по REST-интерфейсу. Я ввел некоторые совершенствования того, что мы сделали на прошлой лекции. Прежде всего, я сделал сервис групп, обеспечивающий взаимодействие с группами студентов. Если есть конкретная группа, идентифицированная этим ID, то над ней можно выполнять еще два действия. То есть брать о ней данные, это запрос GET, и посылать на сервер при помощи пост-запроса изменения этих данных. То есть в теле самого сообщения находится JSON, хранящий в себе какие изменения нужно внести. Объектный идентификатор восстанавливается из вот этого ID здесь. Раньше, кстати, назывался этот сервис Groups внутри, но обозначался. Тут я его S убрал, чтобы сказать, что это экземпляр, да? А для того, чтобы добавлять новую группу, создан отдельный API по адресу Groups, и здесь реализуется запрос PUT. В результате этого запроса, вот мы когда в базу данных вставляем информацию о группе студентов, то возвращается на объектный идентификатор, мы его переводим в строку, и возвращаем на клиентскую программу в виде вот этого JSON. То есть если вот это вернулось, то это значит, что нужный новый нам пользователь, ну не пользователь, а группа была создана. Теперь нужно к этому прикрутить интерфейс. Значит, для этого нам нужно в основную программу, то есть на сервере сделать страницу, которая бы загружалась с формой, например, да, представляющей пользователя, потом взять из этой формы данные и послать их при помощи так называемого Ajax-запроса на сервер. Так что у нас для начала сделаем две кнопки, то есть взять информацию у пользователя, вот первая кнопка, вторая кнопка будет исправление делать, и вначале мы зафиксируем объектный идентификатор, ну чтобы минимальный набор функций продемонстрировать, если хватит времени, то сделаем таблицу из наших групп, приведем на экране, чтобы можно было в таблице выбирать конкретную группу и просматривать и исправление вносить, ну то есть выполнить первую часть функций. Вот у нас основная страница, которая по умолчанию сгенерирована была пирамидой, да, мы ее адаптировали долго и мудрно на прошлой лекции. Теперь вместо основной вот этой картинки нам нужно вставить, ну для начала просто переход на страницу редактирования конкретного экземпляра группы, да, вот наш шаблон, значит здесь есть слот зоопэчтемплейта, ну или хамелеон, обозначаемый контент, вот нам нужно этот файл скопировать, переименовать определенным образом и сюда вставить переход, а, ну вот если это у нас корневой, да, корневая страница, то нам прямо здесь нужно исправление внести. Вот я изменил страницу, точнее ее содержательную часть, все ее пошире покажу, то есть добавил здесь таплицу, вот она, таплица, заготовка, у нее есть заголовок, код названия для отображения студенческих групп, это h1 тег, да, и тело, тоже как пример тела, тут потом идентификатор вставим, по необходимости будем использовать jQuery для того, чтобы изменять ее содержимое. Вот добавил форму, вот, вот эта форма, да, получается, значит в форме есть два поля, ввода кода группы и названия группы, и кнопка такая, создать новую группу, по виду она значит у нас btn-primary, в смысле, бутстрапа, да, в лейауте, то есть в основном, в основном шаблоне, я значит там выкинул все связанное с CSS пирамиды, вот, лейбл ее там вот этот, и сам CSS обнаружил, что тут у нас есть бутстрап версии 3737, вот, в конце также есть необходимая загрузка jQuery и бутстрап, ну, и так же выкинул тут еще область с копирайтом, ссылками на проект, чтобы они нам глаза не мозолили, в результате получилась вот такая страница, значит вот заголовок студенческой группы, заготовка таблицы, здесь мы вводим код группы, название, и потом нажимая кнопку мы передадим эту информацию, и обновим потом таблицу, значит это кнопка для отладки содержимого, то есть можно посмотреть, какие запросы осуществляются, и тут я открыл страницу с бутстрапом, с бутстрапом, дальше нам нужно разработать подсистему передачи информации по нажатию кнопки, то есть при нажатии кнопки создать новую группу, вот, нам нужно создать аджак в запрос, и послать его на сервер, значит для этого мы сначала должны задать идентификатор кнопки, вот я его добавил, теперь текст, значит текст вообще нам нужно сделать в отдельном слоте, то есть вот видите здесь слот металл фил слот контент, это то, что на экране отображается, а еще бы нам сделать слот, который будет содержать в себе функции запускаемые в том числе в конце загрузки программы и ну и функции, которая вызывается по возникновению определенных событий, мы здесь создаем новый слот, в смысле новый заполнитель слота, металл слот точнее fill слот назовем его например javascript слот и тут будем сейчас добавлять текст идем в jquery jquery activate on page load видите, это документ ready значит, пример такой вот считываем так, но нам еще нужно не забыть его обрамить специальный тег script вот он, script и так далее документ ready документ loaded window loaded просто script значит ну вот я его добавил сейчас так перезапустить не получится потому что у нас еще этого слота нету в layout ну то есть в основном шаблане так сейчас мы его здесь сформулируем мы можем его сделать вот сюда поставить div metal define slot равно chs slot так о чем автоматом не пишет здесь div ну вот у нас по умолчанию пусто в принципе мой был документ ruidi сюда даже впихать ну вот перезагрузил страницу посмотрел на консоль клайш f12 увидел сообщение ruidi так ну вот сюда нам нужно установить конструкции привязывающие кнопку нажатие кнопки на запуск функции отправки сообщения на сервер ну так я тоже ничего не помню про java jacquery пойду смотреть документацию вот пример формы формы задается id и потом поэтому id устанавливается функция давайте мы возьмем добавим сюда так у нас не target будет ну хотя в принципе что давайте тоже таргет назовем так что я форму потерял вот форм id равно target если кто кто не знает то jquery позволяет находить элементы страниц html по разному при помощи разных селекторов вот один из селекторов по идентификатору селекторы друг с другом отличается при помощи первого символа как правило то есть если его нету то это понимается класс по умолчанию г ну вот сохранил теперь обновляем нашу страницу так это можно закрыть ctrl r нажимаем создать новую группу видите вот появилось сообщение то submit запущен. Продолжаем работать дальше. Здесь нам нужно написать код, который будет создавать Adjax.put запрос к URL и собственно будет выполнять. Для этого нам нужно сделать здесь константу. Значит, точнее две константы. URL для работы с группой и URL для работы с группами. Ну то есть у нас только одно действие, это добавление элемента. Тут я буду сейчас набивать. Набивать мы его не будем, выброс скопируем. Вот отсюда вот. По идее его конечно можно сгенерировать внутренними функциями пирамиды, но сейчас тоже с этим не очень охота разбираться. Вот можно в качестве упражнения сделать. Так, вот он groups и нам теперь к нему нужно будет добавить, во-первых, собрать JSON из полей и дальше сформулировать этот самый JSON. Но первым делом мы посмотрим, как собственно запускать jQuery.putRequest. можно в стек оверлоу зайти и поинтересоваться. Вот ответ 1008 рейтинга. JaxMetodeDelete это наверно put. А вот весь put. Чтобы лишнее не набивать. Неверравниваем. Так, Event Prevent Default. Он не дает возможности перейти на страницу. Браузеру. Здесь вставляем наш url. Значит, tip put on success. То есть, если все в порядке, то нам по идее надо бы перезагрузить список групп. Да? Ну, там Reload. Так, мы его сейчас сразу определим. У нас получается после, да. Ну, тут что-то потом напишем. Так, и теперь нужно нам данные сгенерировать. Нужно опять идем смотреть документацию. Отправка данных JSON. Вот пример такой. Post. Вот. FormData. FormData. Massive. Точнее объект. Там вот я сверху FormData сделал. Сейчас добавляю FormData. И теперь нужно их собрать. У нас там был code. Мы его потом возьмем как-то. Точнее, не потом, а прямо сейчас. И name. Вот я тут код нашел тоже. Подходящий. Точнее, да. Прямо формы можно взять видимо силы. А потом это преобразовать таким вот образом в JSON. Можно было, кстати, просто взять Serialize. Просто Serialize. И отправить. Я как питанист все время забываю warm написать. Кстати, сократим. Сразу. Так. Тут еще важный нюанс. Раз мы тут такую автоматизацию используем. Item value. То надо name поставить правильный. Чтобы совпадало с тем, что у нас в группе. name и коды чтобы присутствовали. Inputы. Name. Тьфу. Name равно. Так. Это что у нас в названии группы? Name. Name. Здесь получается name равно code. Так. Мы по идее нам будет возвращен идентификатор. его бы для начала просто на экране показать. Т.е. нужно в response взять данные. Ну вот я реализовал первый вариант. Т.е. response по идее должен данные возвращать. Ну вот я что-то не уверен, что все правильно будет. Так. Посмотрим. Controller. Работает. А ну да. Если не запустили же. Создать новую группу. Код, например. Ответ на экран я не получил. Сейчас разбираюсь. А он таки все-таки перешел. Ну то есть по. Загрузил новую страницу. Потом наверно все-таки на onclick сейчас переделаем. Ну вот переделал. То есть form submit button click. И здесь убрал ненужный запрет продвижения дальнейшего. Перезагружаем. Вводим кинь числа. Создать группу. Он все равно страницу перезагрузил. Ну я тут. Что-то так. Погиб в борьбе с формой. Поэтому я заменил ее на div. Вот здесь вот. Т.е. теперь submit не будет работать как работал. Ну и потом соответственно перестала работать автоматическая сборка. Нашего отправляемого джессона. Вот и более того он сейчас отправляться не хочет. По какой-то причине. Точнее отправляется. Но его не может расшифровать. Сейчас еще поразбираемся. Но. Собрать. Он его собирает. То есть вот я его в консоль вывел. И содержимое совпадает с тем, что в форме у нас здесь вбито. Вот нашел что я не понимаю. То есть он. Наш объект превращает. В строку. Представляющую себя. Себя форму. Данных. То есть нам нужно ее превентивно в JSON превратить. Ну да. То есть надо явным образом указывать. Что его нужно преобразовать в текст. Ну перезагрузил. Вот что-то вернулось. Теперь его в консоль загоняем. И будем смотреть содержимое. Снова перезагрузил. Ну вот да. Теперь у нас полностью есть информация о новом экземпляре. С идентификатором. Все как мы и предполагали. Теперь нужно сделать функцию, которая будет возвращать нам список. А у нас ее кстати нет. То есть. Пусть это у groups будет get. Groups. Get groups. Request. Ну и так далее. Вот я копипастил предыдущий метод. И понял, что нам нужно еще в base конструкция, которая будет возвращать список одинаковых элементов. Вот у нас тут lot. А здесь будет что-то вроде class method. Def. List. Здесь класс. DB. Будет выдавать список идентификаторов. Ну в принципе можно конечно и все группы сразу грузить. Ну в смысле классы вот эти. Да, наверное так даже будет лучше. Чтобы за один раз все присылать. Вот мы находим все объекты. В коллекции. То есть у нас каждая коллекция соответствует классу, да? Получается. Ну то есть группе или студентам. Вот мы взяли элемент. Ответ. И нам теперь нужно его загрузить. То есть это будет element. Теперь мы выполняем вот эту вот штуку. подпись. Instance. Создаем класс. Так. А что за класс? Как он взялся-то? А, ну это cls. Вот мы его создаем. Так. И загружаем. Вот actors из вот этого e. Так. Нам куда-то их нужно теперь сколлекционировать. Вот у нас есть список. Список. L. Append. I. И результат возвращаем. Значит этот список объектов, да? Получается нам теперь нужно. здесь обработать. То есть список L. Это base.list. Class.group. Вот нового. Это будет список объектов. Теперь нам нужно из этого списка объектов сделать возвращаемый ngso. То есть for instance int l. Опять же список. Новый L пускай будет. Получается. Получается. End l. Append. Проверяем значит. Так. Обжид. 1. Обжид. Обжид. Надо будет здесь. Мы не храним объектные идентификадры внутри классов. так. Поэтому тут надо будет добавлять двойки. т.е. Точка. Я правда не помню. Помогите да там было. что не так. Это же. Джессон же. Ну теперь по двойкам перебираем. instance instance. Так. Мы еще попробуем запросить. Так. Base у нас еще не зависит. From base import. Запрос списка делается в workload group. Да. Поэтому первым делом делаем запрос. Адрес тот же. Возвращаемое значение. Возвращаемое значение. Функцию принимаем. И сейчас для начала на консоль выведем. Надеюсь все правильно сделал. Перезагружаем. Перезагружаем. Вставляем значение. Запускаем. И тут у нас пустой список получается. Ну распечатать можно консоль. Ничего менять не надо. Просто запускаем. И опять не работает. А. Тут скорее всего ошибка. Нет. Он не успел перезагрузиться. Тут все равно ноль. Тогда идем. нет. Вот ошибка. Она причем это в base коллекцию забирается. А ну правильно. Тут у меня параметр. на самом деле. Один. Не base надо здесь писать. А group. В принципе дизайн кстати довольно интересный получился. Системы. Так. Перезагрузилась. Создать группу. О. Видите теперь появилась куча в ответ значений. Да. Они сейчас здесь печатаются. Это надо лишнее убрать. Убирался. Все. Теперь нужно все это отрисовать на экране. Ну я тоже запрограммирую. Потом объясню что-то как. Ну а что получилось. Вводим новую группу. Так. И вот она добавляется сюда. Тут конечно надо еще сделать конструкцию, которая бы переходила на нужную страницу. Наверное это уже либо в следующей лекции. Либо на домашнюю работу. Имя с кодом тут поменено еще. Значит как сделано. Так. Первым делом. Так. Первым делом. Тут у меня ничего не менялось. Возвращаемое значение остается таким каким есть. Поменял я скрипт. Документ ready function убрал вниз. Потому что нам в нем нужно выбрать. Вот. Групп лист. А для того чтобы его запустить он уже должен к этому моменту быть определен. Поэтому пришлось местами поменять. Значит здесь. Когда мы в get-запросе получаем наш джесон со списком. то пишем его в консоли. Содержимое. И дальше выполняем для каждого элемента функцию. здесь создаем новый тектор. Так. Добавляем к нему текст. Код name. т.д. Может быть в обратном направлении пододвигается. Ну это в общем все нюансы. Это все настраивается. И к телу таблицы добавляем нашу строку. То есть вот здесь я поставил в t-body идентификатор table body. И вот для того чтобы этот список у нас обновлялся. Нам нужно сначала его внутренности удалить. Все строки. Вот эта строка для этого нужна. Ну и тут собственно отрисовываем. То есть добавляем элементы. Интерфиз конечно не самый лучший. Можно взять специальные формы. Для организации постраничного отображения. Таблицы. Все они есть. Можно найти. Там например гуглить элементы управления. Основанные на bootstrap. Можно найти там много интересных примеров. Либо взять какой-то шаблон уже готовый. На github в том числе. Админки. Либо какой-то другой шаблон. Но тем не менее. Если мы сейчас страницу перезагрузим. Наш добавленный элемент видите здесь появляется. Ну и таким образом мы реализовали в данной лекции. Пример взаимодействия через REST интерфейс. Правда реализовали всего две функции взаимодействия. С группами. То есть добавить группу. И посмотреть список групп. Вообще. То есть с этим мы сейчас никак еще не взаимодействуем. Но это можно на домашнюю работу сделать. Там ничего сложного. Просто отдельные страницы сделать. По аналогии. Ну а сейчас я заброшу полученный результат на github. И можно будет дальше работать. Спасибо за внимание. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...